Рывницкая авиалиния Стоимость авиабилета позволяла людям простым, как говорят, от сахи, от плуга и от станка лететь самолетом. Недаром было, говорят, летайте самолетом аэрофлота. Это надежно, выгодно, удобно. Из Рывницы в Кишинев. Оттуда масса направлений. Сохранилось и здание, где продавали билеты. Здесь были зал ожидания и касса. А диспетчер объявлял рейс. Это были кукурузники. Летали вещи, брали. Вот как бы мином брал, там, козу, овцу. То есть, самое в этих кукурузниках. Единственное, что было трудно, когда были ямы воздушные. Ну, кому-то плохо, кому-то хорошо. Но обслуживание было действительно на высшем уровне. Люди летали. Рывница была промышленным центром, поэтому здесь развивалась гражданская авиация. А еще сюда прилетали из других стран на отдых. Набережная, где берег Днестра, была зона отдыха Санкт-Петербурга и города Москвы, где отдыхали люди там. И, наверное, прилетали в Кишинев, а из Кишинева прилетали в Рывницу. Развивалась широкая программа культурная. Приезжали из Каменки, из Кагула, грибная база. Там проходились фестивали. А в Каменке был целый аэропорт. В воздух поднимались не только кукурузники Ан-2, но и турбореактивные яки. Кроме пассажирских, были и грузовые рейсы. Сейчас об авиации напоминает только мозаика на остановке. На ней – самолеты и вертолеты. В 70-е авиасообщение прекратилось. Но память о полетах жива и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok